Особое мнение на 101FM Доклады, я бы так сказала, Руслана Бондарчука, министра строительства нашего региона, в котором он озвучил плановые показатели в региональном строительстве. Мы уже в программе «Дайджест недвижимости» об этом говорили. 606 тысяч квадратных метров планируется построить и сдать жилья в этом году в Кировской области. Это на 55 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году. В прошлом году, напомню, было 551 тысяча квадратного метра жилья. И вот, честно говоря, мне, как человеку от экономики немножко далекому, странно вот это вот. То есть, с одной стороны, называется показатель 660 тысяч квадратных метров, с другой стороны, в том же докладе озвучивается информация, что до 40% площадей, построенных нашими застройщиками, сейчас не продано. Они не могут их реализовать. И мне не очень понятно вообще, как дышат еще наши строительные отрасли, как она еще вообще что-то делает и где-то там что-то шевелится. Ладно, вы хоть и говорите, что далеки от экономики, но я думаю, что вы недалеки от реальной жизни и, собственно говоря, текущую обстановку общую, экономическую, на уровне бытовом каком-то, собственно говоря, чувствуете и понимаете. Мы все это чувствуем, когда в магазин приходим, Андрей Леонидович. И когда за коммуналку платят. Да, ровно об этом я и говорю. Даже официальная статистика говорит о том, что реальные денежные доходы населения снижаются уже 5 лет подряд. И снижение произошло за этот срок порядка 20% реальных, не номинальных, а реальных. При этом, опять же, надо понимать, что за этот же срок значительно вырос уровень, так скажем, обязательных платежей. Той же коммуналки, тех же продуктов питания. Поэтому свободных денежных средств, в принципе, денег у людей меньше. И свободных денежных средств еще меньше становится. Поэтому достаточно закономерной выглядит ситуация с непроданными объемами жилья уже построенного. И действительно много вопросов вызывает плановые показатели, которые на самом деле сгенерированы не нашим Минстроем. А возникли в соответствии с национальным проектом, который, собственно говоря, с 2019 по 2024 год реализуется в стране. Это вот та цифра про 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году. Который мы должны строить. И как во всех остальных национальных проектах, эта цифра в конкретных показателях распределена по годам и по регионам. И, собственно говоря, до регионов доведено для того, чтобы собрать... А то есть это сверху спущено цифра на... Ну, по факту да. Мы же понимаем, что чтобы собрать 120 миллионов в год по стране, надо, чтобы каждый регион со своими задачами справлялся примерно пропорционально тому количеству населения, которое проживает в этом регионе. Конечно, много вопросов возникает. Потому что одновременная постановка задачи на 10% увеличение объемов по сравнению с прошлым годом. И серьезнейшие изменения, которые в этом году предстоят строительной отрасли, переход на искровые счета от долевого финансирования, переход на принцип одностройка, одно юрлицо, рост ставок по ипотеке, ну, действительно вызывает большие сомнения. Причем сомнения-то ведь не только у нас. Уже и министр строительства Российской Федерации, собственно говоря, сказал о том, что при тех условиях, которые мы имеем, данные показатели выполнить невозможно. Потому что большой объем жилья свободного, нераспроданного находится на рынке уже, и ввод еще большего количества жилья приведет к достаточно понятным последствиям. Конечно, можно напрячься и эти планы выполнить. Не построить-то мы построим, а дальше-то что? Их будет невозможно продать. Это, соответственно, либо банкротство компаний-застройщиков, либо резкий демпинг, что, в общем, тоже ни к каким положительным результатам не приведет. И я все-таки надеюсь на то, что позиция Федерального министерства строительства будет услышана. Потому что ставить только план на 120 миллионов в год, не давая механизмов или не давая возможностей этот не только построить, но и приобрести, это тупиковая история. Если бы государство совместно с этим ввело действительно по-настоящему льготные ипотечные кредиты, не для отдельных категорий, а для в целом граждан, под 5-6 процентов, то, несомненно, рынок оживился бы, и люди выкупили бы этот объем жилья. В тех условиях, в которых находимся сейчас, ну, маловероятно. То есть выкупили бы, несмотря даже на то, что падают доходы? С такими ставками, да, потому что... Жить все равно где-то надо. Да, несомненно. Во-первых. Во-вторых, мы с вами знаем, что, несмотря на падение доходов, общий объем, например, средств на счетах в банках частных вкладов превышает, ну, сопоставим с объемом ВВВП, да, там, если я помню правильно, там, порядка 30 триллионов, что ли, что-то, ну, какие-то огромные цифры находятся у людей на счетах в банках. То есть люди откладывают на черный день, а не тратят? Да, конечно, потому что люди не имеют понимания о том, что произойдет завтра, непредсказуемо, там, экономическая ситуация и возможные, там, социальные последствия, поэтому уровень накоплений очень большой. И, к сожалению, это ведь тоже большая проблема государства в том, что эти накопления в экономической жизни страны никак не задействованы. То есть они просто лежат и не работают? Да, различные инструменты появляются, они лежат, они работают на банке по факту, потому что, там, клиент банка имеет доход по счету, там, порядка, там, ну, дай бог, чтобы, там, 8%, да, при этом банки кредитуют, мы сами знаем, там, 15% в среднем, если, да, и вот этот маржинальный доход, он весь уходит в банку. Если вы, там, видели статистику, то, например, доход, прибыль, прибыль Сбербанка по прошлому году составила, знаете, сколько? Нет, я не помню просто цифры. Я понимаю, что там астрономические какие-то вещи. 800 миллиардов рублей. 800 миллиардов – это прибыль Сбербанка чистая. Это 10 бюджетов Кировской области. Это прибыль банка, и, собственно говоря, отсюда она и возникает. Дальше вопрос, куда она девается, куда она используется. Но эти деньги зарабатывают банки, деньги лежат там. Если люди получат возможность эти деньги инвестировать, как это сейчас делается с индивидуальными инвестиционными счетами, когда люди начинают инвестировать в акции, облигации, и сейчас этот процесс идет. Если появится возможность инвестиций в строительные объекты. Ведь исторически в России сложилось так, что недвижимость рассматривается как, собственно говоря, два основных механизма. Первое – это, собственно говоря, для проживания, а второе – это как вложение средств. И если дать такую возможность людям, я уверен, что они определенную часть своих накоплений переложат сюда при нормальных условиях. И это действительно тот ресурс, который государство могло бы задействовать. Ну вот подождите, все-таки 5-6% ставка по ипотеке – это что-то вообще нереальное. Потому что даже Путин не обещает такого. Даже Путин не обещает 5-6%, то есть говорится, ну, 8%, вот об этом говорится. Ну, ниже 8%, но про 5% никто не говорит. Я понимаю, но мне кажется, есть некий психологический барьер, да, или какой-то вот психологический уровень, ниже которого люди, ну, начнут вкладывать средства массово. 8% таким барьером мне, честно говоря, не представляется, потому что, понимая дополнительные расходы, связанные с приобретением, с недвижимостью, ее содержанием и всем остальным, мы понимаем, что это… Это не 8%, это больше. В общем, несколько дороже выходит, да. А там 5-6% мне представляется тем барьером, которые вот действительно смогли бы сориентировать и смотивировать граждан на вложение в недвижимость. Ну, вот это хорошее дело, но если этого не случится в ближайшие годы, можем ли мы прогноз дать, что будет со строительной отраслью в Кирове и в России в целом? Ну, вот 8%. Вчера Греф говорил про 8% в следующем году. И Набиулина, по-моему, тоже говорила о том, что вроде как выходит из стагнации ипотечная вся вот наша история, и тоже вроде как начинается оживляжь, и должно вроде как все заработать. Но именно такая цифра звучала – 8%. Ну, честно говоря, я думаю, что 8% возникнет только в случае, если будет принято некое волевое административное решение, и банки заставят это сделать. В противном случае сами банки на такую ставку не пойдут. Сейчас почти 10%. Надо понимать, что есть ставка Центробанка, и никто из банков ниже не пойдет, только если это будет некая госпрограмма, опять же, субсидирование. Если посчитать в объемах страны и взять ту же прибыль Сбербанка, ну, вот так вот, а это, я напомню, банк с государственным участием более чем в 50%, то, в общем, если всю эту прибыль реинвестировать по факту, то же самое субсидирование процентов, мы получим замечательную историю кратного расширения ипотечного портфеля, и банк отобьет эти деньги в итоге. Но при этом... Но при этом деньги будут работать. Но при этом мультипликативный эффект с точки зрения расширения объемов, увеличения объемов строительства, доступности жилья для граждан будет там грандиозным. А если нет? Ну, если нет, то я боюсь, что если не изменятся те условия, и те, которые существуют сейчас, и те, по которым отрасль будет жить с 1 июля... После того, как закон вот этот о долевом строительстве... Да, прекратит свое действие. Более того, напомню, что сейчас до сих пор все-таки не принято предложение о том, что те объекты, которые были начаты до 1 июля, будут иметь возможность... По старым правилам. ...остроены по старым правилам, да. До сих пор не принято, а ведь обещали. Ну, вот законодатель все еще там до конца не определился с точки зрения того, как будут действовать строительные компании. И на данный момент, насколько мне известно, да, там есть риски того, что там квартиры, не проданные по долевым договорам в объектах, начатых до 1 июля, необходимо будет оформлять по договорам как раз из кровосчетов. Это, в общем, муторная достаточно будет процедура. На данный момент, напомню, там в Кирове, опять же, насколько я знаю, два банка всего аккредитованы по ведению из кровосчетов. Это что за банки? Федеральные игроки. Да, конечно, и опять же, там наши местные... Вот странная история, да. Местные банки лучше гораздо знают рынок, лучше гораздо знают застройщиков, там потенциальный спрос объекты, но при этом не получают такого права. Получают право федеральные банки, у которых, конечно, есть деньги, но которые при этом рынок знают плохо, учитывая то, что решение в федеральных банках принимается не на территориях, а в головных структурах. Как они будут это делать и с какими подходами они будут к этому относиться, тяжело спрогнозировать. Но точно можно спрогнозировать, что вот если условия будут неизменны, на периоде, там, год-два, мы получим очень жесткую нестабильность рынка с точки зрения непонимания застройщиками, что делать, банками, под какой процент кредитовать. И, самое главное, гражданами, которые... Которые не знают вообще, кому можно ходить, а кому нельзя. Да, которые, на мой взгляд, немного, опять же, придержат деньги для того, чтобы подождать, пока ситуация каким-то образом нормализуется. В общем, непростые времена, мне кажется, нас ждут на строительном рынке. И говорить в данном контексте о, там, 10-процентном росте... К концу года. Да, если в 2018 году мы этот рост, по факту, достигли только за счет индивидуального жилья, напомню, да, что многоквартирные дома по вводу сократились, то я думаю, что эту тенденцию переломить будет очень сложно. Андрей Овсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. У нас полминуты перерыв, и мы вернемся. Андрей Овсенко в нашей студии. Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Член общественных палат России Кировской области. Но мы еще немножечко про экономику поговорим. Я прошу прощения. Вот строительная отрасль, о которой мы говорили в начале, да, она тесно связана с ситуацией в экономике в целом. Если у нас в экономике в целом все так прекрасно, как нам рассказал недавно Росстат, я не понимаю, почему в строительной отрасли такие проблемы, и почему у людей нет денег на то, чтобы выкупить 40% непроданных квартир в кировских новостройках. Я напомню, да, по данным Росстата, рост ВВП по итогам прошлого года 2,3%. То есть плановый показатель 1,8%. Я, насколько вот вспоминаю тогда экспертные статьи, в ведомостях еще где-то, даже Максим Орешкин, министр экономического развития, удивился очень, причем он сказал, не, мы такого не ожидали. Ну, я думаю, что удивление министра было... Наигранным? Ну, не то, что наигранным, а спланированным, так скажем. Напомню, что в прошлом году, собственно говоря, из недр Минэкономразвития и возник новый руководитель Росстата. За несколько там, за некоторое время до Нового года поменяли руководитель Росстата, и руководителем стал как раз один из сотрудников Минэкономразвития. Один из коллег Максима Орешкина. Да, один из подчиненных даже, я бы так сказал. Ну, смотрите, действительно интересно. Он говорил, Орешкин, между прочим, ведомостям говорил, что они с Росстатом никак не согласуют и цифрами не обмениваются до итоговых результатов, до публикования. Мы, говорит, не знаем, что они там делают. Ну, вы предлагаете поверить? Да, я, знаете, я думаю, если министр публично уважаемому изданию говорит, ну, наверное, можно верить, нет? Ну, наверное, потому что Минэкономразвития делает прогнозы, Росстат делает оценку. И итоговый подбивает, да, результат. Ну, напомню, они же объяснили это как раз ростом, в первую очередь, строительной отрасли в Российской Федерации более чем на 5%, что и сказалось на итоговом показателе. Но дальше дали пояснение, что этот рост практически весь вызван вводом крупнейших объектов. Крымского властта. Инфраструктурных. Инфраструктурных. И, по-моему, газопровода частично с многомиллиардными долларовыми вливаниями. И, конечно, если это там учесть как некий показатель экономический, то он начинает серьезно влиять. И, может быть, такую цифру и можно вывести. Но мы же понимаем, что это имеет достаточно локальный характер. Во-первых. Во-вторых, разовый характер. Это достаточно сложная история с точки зрения того, что когда ты строишь большой объект, ты привлекаешь подрядчиков, рабочую силу, технику и все остальное. Оплачиваешь все это в больших объемах, все замечательно. А если после этого таких объектов нет, то, к сожалению, весь этот экономический и технический потенциал пропадает. Появятся ли такие объекты еще? Большой вопрос. Что будет с показателями роста, учитывая эффект базы в 2019 году? Большой вопрос. Хотя, я думаю, что здесь, опять же, Росстат посчитает вложения в рамках национальных проектов, которые с 2019 года запускаются по целому ряду отраслей. И, в общем, тоже выйдет на приемлемые цифры. Другой вопрос, с чего мы с вами начали программу. Ощущаем ли это мы, когда это доходит до нас? И насколько это влияет на нашу жизнь? Пока у нас идет, на мой взгляд, такое... Мне кажется, мы в обратную сторону ощущаем. То есть все россияне почувствовали на себе вложение в строительство моста в Крым? Ну, скорее всего, да, с учетом того, что у них денег стало меньше. Печально. Ну, то есть получается, что та картинка, которая в телевизоре, и те люди, которые в телевизоре нам говорят о том, что мы стали жить лучше, они не врут. Они-то действительно там основываются на каких-то цифрах, на каких-то показателях, и они действительно понимают, что мы стали жить лучше. А люди рядовые этого не чувствуют на себе. Никто ведь не говорит, что мы стали жить лучше. Да, вопрос там роста валового внутреннего продукта напрямую с благосостоянием... Ну, вот прямо прямой связи с благосостоянием граждан там не связан. Да, можно там полбюджета вложить в ВПК, и, наверное, там повысятся зарплаты частично сотрудников. В отрасли. Да, на всей стране это не скажется. Поэтому здесь вопрос, скорее, тех показателей, опять же, которые мы упоминали, там, да, средний доход, покупательская способность, а там средний чек в магазине, да, эти показатели постоянно снижаются. И, к сожалению, это, на самом деле, гораздо большая проблема для экономики, потому что по факту мы должны говорить, что в экономике денег становится все меньше и меньше. Вот давайте сейчас на реальную такую почву опустимся, да, на ту экономику, которую мы видим, мы можем потрогать, мы можем почувствовать, и каждый день там сталкиваемся, да, с проявлениями. Вот он, малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес. Один, между прочим, из национальных приоритетных там проектов, можно по-разному называть, где тоже там какие-то вот заоблачные, как мне кажется, показатели поставлены Путиным и прочее. И я, честно говоря, пока не вижу, за счет чего у нас будет расти малый и средний бизнес. То есть в приказном порядке точно так же вот не будут создаваться малые предприятия, если людям невыгодно этим заниматься. Если невыгодно, и если нет тех условий, в которых, собственно говоря, он может развиваться, конечно, этого не произойдет. А давайте, Андрей Леонидович, напомним, вот показатели национальные по приоритетному проекту, они каковы? – Насколько я помню, там на 7% рост числа занятых. – В предприятиях этого сектора, да? – Да, в сегменте малого и среднего предпринимательства. Там большой рост заложен на экспортный потенциал. И по... Ну, смотрите, я сейчас по федеральному проекту боюсь ошибиться и дезинформировать. – Давайте по Кировской области. – Давайте по региональному проекту пройдемся. То есть у нас за 5 лет, с 2019 по 2024 год, должно на 4 тысячи увеличиться количество субъектов малого и среднего предпринимательства. – То есть всего на 4 тысячи за 5 лет или каждый год на 4 тысячи? – Нет, всего на 4 тысячи. – Всего на 4 тысячи. – Но с учетом того, что у нас в реестре их находится чуть более 50 тысяч, да, то есть мы ведем речь о 10%. Во-первых. А во-вторых, надо понимать, что если у нас с вами по прошлому году показатель минус тысяча динамика, да, то есть снизилась на тысячу, то, в общем, перебороть эту тенденцию и выйти на результат по факту там плюс 800 в год – это серьезный вызов. Очень серьезный вызов, не менее серьезный, чем в строительстве, как мне кажется. Причем это, опять же, там взаимосвязанные отрасли, да, там, если начнет ухудшаться ситуация строительства, в первую очередь выпадать-то будут как раз там малые и средние предприятия и субподрядчики. Плюс 140 предприятий-экспортеров за эти же пять лет, то есть тех, кто начнет экспортировать свою продукцию. И, по-моему, плюс 6 или 7 тысяч занятых в этом сегменте. – А сейчас их сколько? – Я сейчас абсолютную цифру не назову. – Нет, нет, порядок цифр хотя бы. – Ну, порядка 25% от трудоспособного населения у нас там. – Ну, цифры серьезные, большие, и, конечно, я понимаю, что есть определенный расчет на то, что количество занятых возрастет за счет инструмента, который сейчас реализуется в пилотных территориях, а с 2020 года будет распространен на всю страну, это так называемый термин «самозанятые». Напомню, это очень упрощенный налоговый режим. Его даже налоговым назвать нельзя, это проще, чем патент. То есть по факту, если ты работаешь сам на себя в определенных отраслях, например, там, репетитор, или сдаешь квартиру, или таксистом работаешь. – У тебя нет наемных работников? – У тебя нет наемных работников, у тебя там есть ограничения по обороту, все очень просто. Ты даже не ходишь в налоговую инспекцию, ты ставишь себе специальное приложение на телефон, через него регистрируешься в налоговой инспекции, заносишь туда, фиксируешь, собственно говоря, доходы-расходы, и уплачиваешь 4% от оборота в случае, если ты работаешь с физлицами, и 6% в случае, если ты работаешь с юридическими лицами. Все. Без личных визитов, абсолютно без чего-либо. – С 2020 года в Кировской области? – Ну, предполагается, с 2020 года распространять на всю территорию страны. Сейчас идет пилотная реализация Москва, Татарстан, Калуга, насколько я помню. Но пока результаты пилотного проекта достаточно скромные. Сказать, что люди массово поверили и начали выходить в этот режим, пока нельзя. – Ну, вообще не очень понятно. Люди вообще не платили. Ни 4%, ни 6%. Многие. – Ну, это действительно так, но… – И они сейчас не понимают, с чего вдруг они должны начать платить. – Ну, начать платить… – Нет, мы не призываем не платить налоги. Поймите нас правильно, пожалуйста. – Да, мы совершенно… Мы призываем, наоборот, к обратному. Дело в том, что конкурентоспособный и действительно развивающаяся экономика может быть только в том случае, если все находятся в одинаковых… – В правовом поле. – В правовом поле в одинаковых правилах игры, потому что, когда одно предприятие работает в белую, другое там в серую или в черную, понятно, что эти перекосы приводят к меньшему развитию экономики обоих предприятий, нежели чем они работали бы в равных условиях. Поэтому надо понимать, что государство и ФНС, в частности, на мой взгляд, вообще с семимильными шагами по сравнению с остальными ведомствами идет к тому, чтобы мониторить, не скажу контролировать, скажу мониторить всю нашу деятельность, всю нашу жизнедеятельность с точки зрения проходящих финансовых потоков. Уже сейчас, по оценкам экспертов, до 70% финансовых потоков, проходящих в стране, ФНС контролирует. Осталось 30% и поставлены ими задачи… – Я правильно понимаю, что 30%, которое осталось, это то, что идет налом? Ну, вот условно, кэшем, да? – То, что идет налом, то, что идет между физлицами. ФНС пока сейчас не имеет права контролировать банковские переводы, например, но уже внесен законопроект, по которому без решения суда ФНС сможет эту информацию получать. И поэтому наши переводы между… – С карты на карту. – С карты на карту, с телефона на телефон, они тоже станут прозрачные, открытые, видны налоговые. Как они будут к ним относиться, сначала, думаю, что будут изучать, а потом будут… – Задавать вопросы. – Будут формировать правила, по которым, собственно говоря, мы будем жить. Вся продукция планируется включить в проект маркировки. Напомню, к 25-му году Медведев вообще озвучил, что вся продукция должна маркироваться. Тоже последовательно вся эта история развивается. Государство будет мониторить все. Вспомните Оруэлла, 1984-й, Большой Брат. Уж с точки зрения фискальной это будет однозначно. – Так, вот давайте к самозанятым все-таки вернемся. То есть вы говорите, что есть небольшая надежда, что вот эта категория граждан каким-то образом поддержит статистику? – Да, она войдет в категорию малое и среднее предпринимательство, собственно говоря. И думаю, что… – Ну и вы же говорите, что результаты в тех регионах, где сейчас это реализуется, достаточно скромные. – Скромные, да. – То есть вот эту тысячу, там, 800 человек в год самозанятые в Кировской области могут обеспечить или нет? – Ну, думаю, что в полном объеме нет, но значительную часть из них составить. Я думаю, что на пилотных регионах сейчас отработают, что называется, там, кнут и пряник. Да, пряник уже дали, низкая налоговая ставка, упрощенные там процедуры. Ну, а то, что мы с вами опять же обсуждали там вчера, проверки тех же там таксистов налоговой, это, собственно говоря… – Первые звоночки? – Ну, первые пробы кнута, на мой взгляд, потому что по Москве уже, собственно говоря, там даже реклама висит о том, что становитесь самозанятым и работаете с Яндексом напрямую, без посредников в виде таксопарков. Вот, собственно говоря, я думаю, что первичные пробы такого легкого, в смысле, кнута уже происходят. ФНС отработает это, и когда этот процесс пойдет на всю страну, это, понимаете, будет происходить, на мой взгляд, путем, скажем, сжатия, там, да, тех серых пространств, которые остаются. Потому что будет понятно, если ты занятый, там, по месту основной работы, да, у тебя есть работодатель, он платит налоги. Если ты, условно говоря, находишься, там, в отпуске по уходу за ребенком, да, или ты студент, опять же, у тебя там понятные истории. – С тобой все понятно. – Есть целая группа, там, огромное сообщество граждан, которые оцениваются, там, в цифру порядка, там, 20-25 миллионов официально, которые выпадают из вот этой трудовой, так скажем, статистики, да. Вот по ним постепенно будет эта история сужаться, потому что будут, собственно говоря, выяснять. То есть, если ты еще и не самозанятый, а дальше начнется контроль твоих расходов через чипированные товары, ты тратишь деньги, значит, где-то ты их берешь. Отвечая на вопрос, где берешь. Откуда взял деньги? Андрей Юсенко в нашей студии, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, член общественной палаты России и Кировской области. Мы вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM. Продолжаем программу «Особое мнение». С Андреем Усенко мы беседуем, напоминаем. Ну, вот еще об экономике и вот экономика в связи с проверками, в том числе, бизнеса, как таким, не знаю, там, регулирующим, контролирующим и пугающим механизмом. Я обращаюсь к тому, что говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. Сказано было следующее. Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания. На сегодня почти половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, не доходит до суда. Что это значит? Что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям, говорит Путин. То есть в это время кто-то сидит из предпринимателей, обвиняемый по экономическим... Кто-то, конкретные люди сидят. Сотни людей, да. Это вот это заявление, это голословные какие-то вещи? Или мы можем сказать, что будут сделаны какие-то выводы соответствующими органами и действительно будут пересмотрены, ну, в том числе подходы к продлению арестов и прочего? Мы давно об этом говорим, Андрей Леонид, что люди по экономическим статьям, обвиняемые, не должны до приговора находиться в местах лишения свободы. Ну, вот поэтому, собственно говоря, очень хотелось бы поверить, что в этот раз там президенты соответствующие структуры услышат и воспримут это как некую государственную позицию, да, потому что мы действительно об этом говорим давно и эти истории давно тянутся. Более того, в определенный момент времени, там, мы знаем с вами, что само государство с точки зрения, так скажем, там, выстраивания отношений с бизнесом прибегало к этим способам для того, чтобы, ну, переломить ситуацию и показать, что теперь несколько иные правила игры действуют. Вот теперь надо все-таки возвращаться в абсолютно правовое поле и надо понимать, что в большинстве случаев ущерб, якобы, там, да, некий, там, абстрактный ущерб, о котором пока еще говорится в рамках следствия, явно не соразмерен тем, там, тем мерам, которые принимаются по отношению к предпринимателям. Еще не выяснено, собственно говоря, не состоялось решение суда, нет даже предварительных выводов следствия, а человек все равно уже вынужден находиться в местах, там, заключения. Более того, мы понимаем, что это зачастую приводит, собственно говоря, к потере и разорению того бизнеса, который есть. А следовательно, государство теряет налоги, которые этот бизнес мог платить. Абсолютно верно. Ну, здесь целый ряд факторов начинает играть. Государство теряет налоги конкретно с этого бизнеса. Люди теряют рабочие места. Остальной бизнес начинает смотреть на то, что происходит, и начинает, как бы, понимать, что и с ним это может произойти. Те, кто хотел бы заняться бизнесом, смотрят на это и понимают, думают, что она доля молния. Нет, спасибо, не хочу. Да, то есть это вот такая странная история, когда, с одной стороны, государство, то, что мы с вами говорили, с целью нацпроекта ставит, значительное увеличение доли малого и среднего предпринимательства в стране, а с другой стороны, применяет жесткие карательные меры к тем, кто еще даже по факту, ну, ничья вина не подтверждена. Поэтому очень хотелось бы верить, что в этот раз в столь жесткой формулировке президента это уже будет услышано. И хотелось бы увидеть, чтобы это, ну, скажем так, было оформлено в виде неких уже законодательных решений, да, а не только как там государственная позиция, выраженная на высшем уровне, потому что мы понимаем, что в основном все это происходит на местах. Ну, в послании вообще сказано несколько важных вещей с точки зрения бизнеса, хотя в большей степени там послание носило такой социальный характер, да, интересное поручение, которое возникло по итогам послания и было озвучено в нем, это там за два года пересмотреть всю нормативно-правовую базу в отношении проверок бизнеса. Ну, это даже не гигантский, это просто какой-то будет неимоверный объем работы, который надо за крайне сжатые сроки проделать, потому что президент действительно сказал, что многие нормативные акты, как он сказал, действуют со времен покорения Крыма, да, и это действительно так. Во многих случаях мы руководствуемся нормативной базой Советского Союза. Которые были приняты в тот момент, когда понятие такого как частный бизнес-то еще не существовало. Да, отсутствовало, да, поэтому, но здесь два риска. Первый риск это, собственно говоря, там просто утонуть в этой работе, а второй риск, ну, собственно говоря, один массив документов и нормативных актов заменить другим. И здесь очень важно, и мы уже начинаем во все об этом говорим, очень важно, чтобы те структуры, которые, они же будут сами у себя менять, собственно говоря, эту нормативку, чтобы они не поменяли ее, там, шило на мыло, там, да, одно на такое же или еще хуже, не сделали бы что-то еще жестче. А в условиях, там, цитноты это все может произойти, когда будет казаться, что давайте, там, напишем просто вместо десяти приказов один и запретим вообще все. Поэтому очень важно, чтобы сам бизнес был, там, привлечен к этому процессу, бизнес-сообщество, бизнес-объединение и давали свою экспертную оценку тем документам, которые возникают. Несомненно, решение правильное, потому что тот объем нормативки, которым регулируется деятельность бизнеса, его не знают сами контрольные надзорные органы. Это неимоверное количество документов, причем зачастую противоречащих друг другу. Привести это все в адекватный, там, компактный и эффективный вид, очень серьезная задача. Меня радует, что она поставлена не к 2024 году, да, как большинство нацпроектов, как некая, там, такая, вот, конечная точка, а здесь назван четкий срок, там, к 1 января 2021 года. Как это будет реализовано, мы очень надеемся. Я правильно понимаю, что контрольные органы не выходили пока на Вятскую торгово-промышленную палату с предложением что-то там проанализировать, собраться, пересмотреть? Пока нет, но мы, в свою очередь, уже озвучили, собственно говоря, это предложение. Мы здесь не сидим и не ждем, пока к нам кто-то придет. Мы проактивную позицию занимаем. У нас хорошие коммуникации с региональными структурами контрольно-надзорными, ТПП, РФ, хорошие контакты с федеральными ведомствами. Мы очень надеемся, что наше предложение будет услышано, воспринято, и, собственно говоря, там трансформируется в действительно нормальные, понятные, компактные, четкие правила игры для бизнеса, по которым будет удобно жить всем и контрольно-надзорным органам, и бизнесу. Потому что пока сейчас это процедуры бесконечные, проверка, оспаривание, суды, штрафы, и все вроде как бы заняты. Но при этом заняты точно не своим делом. И на все это тратятся бюджетные деньги. Абсолютно верно. Но и деньги бизнеса тоже, которые могли бы быть... И время бизнеса, которое могло бы быть направлено на создание каких-то вещей, продуктов там и чего угодно, что в свою очередь там, я не знаю, пополняло бы, наверное, нас бюджет. Основную деятельность бизнеса, то, чем он должен заниматься, он должен, собственно говоря, там, производить добавленную стоимость, платить налоги и развиваться. А не отвлекаться на бегание бесполезно по судам. Андрей Юсенко в нашей студии сейчас. У нас вот, Андрей Ленин, еще очень прям вот мало времени остается, а тем еще много. Я вас хотела все-таки, как представителя общественной палаты России, как представителя общественной палаты Кировской области, спросить о проекте «Что не так?» Это вот просто заявка от наших коллег, потому что проект был заявлен в свое время громко. Говорили о мусоре, о мусорной реформе. И обещалось тогда, что будет работать и будет продолжение. И мы с вами тогда как-то даже анонсировали, что будет продолжение по капитальному ремонту. Ну, с той поры как-то вот все тихо. Ну, действительно возник здесь определенный промежуток времени, в период, в который проект не состоялся. Мы действительно планировали рассмотреть в ноябре тему фонда капитального ремонта. Но, учитывая, что, собственно говоря, там за тему в то время взялся и законодательное собрание, и правительство области, и целый ряд мероприятий по этой тематике состоялся, мы решили, что повторяться, собственно говоря, там нет смысла обсуждать одно и то же. Нам более интересно будет сейчас в рамках этого проекта обсудить, что изменилось за это время. Были высказаны претензии, собственно говоря, были высказаны там предложения, и фонд капитального ремонта взял на себя обязательства. Поэтому мы к этой теме обязательно вернемся, но уже с точки зрения того, что за этот период времени изменилось. Так. Потому что... Когда это будет? Мы планируем это в апреле или в мае сделать. Сейчас мы там ведем согласование с Федеральной палатой, потому что проект все-таки под кураторством Федеральной общественной палаты. Ориентировочно апрель-май. Тема капитального ремонта. Тема в том числе, да, фонда капитального ремонта, потому что, ну вот, проблем много, денег, как лежали, деньги так и лежат. На этот год планы большие, как они будут реализовываться, посмотрим. Ну, плюс еще одна тема, которую мы хотим сделать уже там своей фишкой, так скажем, в Кировской области. 20 секунд. Общественные советы. Это деятельность общественных советов, как пример, который у нас в регионе реализуется, и который мы хотели бы показать другим регионам. Это тоже смотрим на апрель. Это не столько что не так, сколько там круглый стол общественной палаты. Андрей Юсенко в нашей студии, член общественной палаты Кировской области, член общественной палаты России и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. На этом особое мнение завершается. Время наше истекло. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM